Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители и пользователи канала YouTube, также те, кто смотрит мои видео, также мои соседи, если вдруг вы посмотрите это видео. Сегодня у нас 11 июля, я хотел сделать небольшой видеоотчет по поводу того, что сегодня произошло. Значит, ни для кого не секрет, что я писал заявление на форум Донецкого мэра Александра Алексеевича Лукьянченко. К нам приезжали репортеры, снимали видео, сюжет по поводу мусорных свалок. Вот, и сегодня, 11 июля, примерно в первой половине дня, вот, приехала группа людей, три человека, значит, инспекторы из районной администрации. Вот, я их провел по мусорным свалкам, показал родник, вот, также заявил, что я знаю того человека, который вчера вывозил две тележки с шифером, они поменяли шифер на крыше, и, соответственно, в них строительный мусор оказался. И он вчера утром около семи утра вывозил две тачки, и я его предупреждал, что будут проблемы, вот, и мужчина мне, ну, старший среди них, сказал, что вечером они приедут с милицией. Вот, также мы с ними проехали на другую точку, где тоже есть мусорная свалка, я им показал. Вот, на словах я им объяснил, выступил с предложением, что я писал на форум открытое письмо с предложением своими силами вручную разобрать мусорные свалки в районе нашего поселка, отсортировать мусор, то есть отдельно PET, стекло, бумагу, пластик, и сдать это все на переработку в то же сырье, в пункты приема, где вызвать Ростэк. Вот, они мою просьбу выслушали, я им неоднократно говорил, что это было все в открытом письме, но, по моему мнению, что, скорее всего, будет положительный ответ, это им гораздо выгоднее выделить денежные средства размере 5000 гривен на приобретение видеокамеры. Вот, и, соответственно, я свою часть договора также выполнил в течение таких месяцев, если надо будет, я продолжу в следующем месяце. Вот, вечером в 5 часов приехал этот мужчина с участком из районного отделения милиции. Вот, я их сразу же повел к тому дому, где живет этот мужчина, который выносил именно шифер, я его провел от свалки до его дома. Вот, оказалось, что это сын, короче говоря, он там не постоянно живет, а приезжал только помочь с крышей вывести мусор. Ну, и вышел его отец, его мать, и протокол составлялся на имя его отца. Вот, ну, и, соответственно, собрались все соседи, все уже все знают, что я тут кипиш поднял за эту мусорную свалку. Все начали на меня в присутствии инспектора, в присутствии участкового, начали на меня рассказ, какой я такой плохой и нехороший. И повышали, естественно, голос, я это все стоял внимательно, слушал. Вот, одновременно с этим составлялся протокол. Вот, милиционер участкового успокаивал, чтобы не было оскорблений. Вот, и тот вмешался в дело мой отец. Он поднимался в магазин за очередной дозой алкоголя. Вот, и к нему тоже были вопросы. После того, как было закончено составление протокола, мы спустились вниз по улице. В общем, начал общаться с участковым, рассказывать, какой я плохой и нехороший. Я сказал ему по поводу поэтары, которую я насобирал и начал складировать у себя во дворе. Ну, что якобы я собираю мусор. В общем, вспомнил все это плохое, по его мнению, что я делал у нас во дворе. Вот, и еще нужно сказать, что соседи выставили меня психом. Сказали, что соберутся, соберут коллективную жалобу, соберут подписи и отправят меня в психиатрическую больницу лечиться. Вот, также указали мне, что я не прописан здесь по этому адресу, по адресу Бутакова 24. Вот, что спросили меня, где я прописан. Я говорю, я прописан в Киевском районе, но я живу здесь с гражданкой Гнетневой, и покуда она меня не выгоняет, я здесь буду продолжать жить. Вот, также они аргументировали, что у нас канализация выведена не в слевную яму, а выведена в балку. Что также, помимо канализации, у нас еще туалет каким-то образом выведен в балку. Но по поводу туалета они глубоко ошибаются, по поводу канализации я не вправо. Насколько не я строил этот дом, я здесь живу всего 12 лет. Вопрос канализации можно решить, выкопать яму, обустроить ее, как положено. И вопрос еще был, что договор по нашим адресу был составлен только на двоих человек, а не на четверых, как по факту проживают. Договор я переоформлю, обязательно, я это лично сделаю сам. Вот, и с ямой я тоже постараюсь разобраться в ближайшее время, потому что меня не устраивает, что канализация тоже выведена в речку, там рядом камни, они правы, соседи нас аргументированно высказывают свое мнение. То есть ситуация такая, у нас выведена канализация, значит им позволено выносить мусор. И канализация выведена не только с нашего дома, одного еще, у троих выведена канализация в балку. Вот, ну в общем составили они протокол, милиционер сказал, что больше этого делать нельзя, естественно они отрицали, что было вывезено две тачки, и говорили, что тачка была вывозена всего лишь одна. И когда указывалась причина, то они указали, что причина та, что хранить просто негде. Милиционер вместе с гражданком последовал в их двор, посмотрел, что да, у них там весь шифер еще сложен. Вопрос в другом, куда они его будут девать? Если обратно вывозить тачкой на мусорную свалку, то я это узнаю обязательно. Если же закажут машину, то по крайней мере я не зря оказался названным психом. Вот, и тут, когда нарисовался мой отец, вот такое было закончено составлено, он высказал свое мнение в мой адрес, вот, а мы начали спускаться вниз, еще там на соседней улице проживал один гражданин, который выбрасывал на мусор, именно Толь, тоже именовал шифер, на крыше на мусорную свалку, я его видел, это было весной. Вот, я предложил инспектору на них записать это видео, и тут, когда я пошел записывать это видео, пока я его нашел, дело в том, что у меня компьютер весь день работает, и он начал очень сильно зависать. На это ушло много времени, пока я сногозился, пока нашел этот файл, загрузил его, в общем говоря, в общем, успел, ну, рассказать все со своей точки зрения, и не знаю, где в это время находились инспекторы с милиционером, в общем, провел милиционера по двору, показал, рассказал эти бутылки, что это мусор, что это больной, вот, ну, мое мнение никто услышать не захотел, потому что совсем другое дело, не то, по которому они приехали сюда. Вот, ну, я вышел, отдал диск, вот, провел дом машины, и поинтересовался, есть ли ко мне еще какие-либо вопросы. Инспектор сказал следующее, вопросов нету, и постарайся больше жалоб не писать, я приезжать не буду. Вот, значит, как будут на это реагировать дальше наши жители? Можно себе представить только по одному тому, что, когда собрались, ну, человек пять во время составления протокола, они говорили, что выносят мусор все, выносили и выносить будут. Вот, ну, и, естественно, против такой толпы, когда я один, ни милиционер, ни инспектор спорить с ними не стали. Вот, и тут-то я хочу, ну, рассказать о том, о той проблеме, которая сейчас существует в моей семье. Значит, мы вот уже 12 лет с матерью живем по этому адресу. Значит, мать с моим отчимом живет в гражданском браке. Все эти 12 лет я с ним постоянно конфликтую. Он очень часто подпаливает эту мусорную свалку, я с ним спорю, мы с ним ругаемся. Он постоянно пьет, не только на празднике, даже в будние дни приходит пьяный. Это постоянные конфликты, вот, ну, поскольку я всегда трезвый, он постоянно пьяный, естественно, какие-то конфликты. И год назад получилось так, что его мать, моя неродная бабушка, возвращаясь из магазина, ей 78 лет было, в этом 79, вот, из-за жары у нее начала кружиться голова, давление поднялось, и она хотела присесть на лавочку, и упала, ударилась головой. Короче говоря, у нее был микроинсульт, соседи им спасибо довели ее до дома, вот, ну, в больницу она не попала, но после этого она не может до сих пор ходить уже чуть больше года, год, там, два месяца. Вот, и все это время, я как раз к этому времени уже уволился с работы, и все это время мать и отчим, ну, ухаживали за ней, два раза в день ее кормили, два раза в день меняли простыни, вот, и после того, как бабушка ударилась, она очень часто кричала. Звала Шурика, потому что она не привыкла находиться, ну, в одиночестве, скажем так. Звала Шурика, молилась, вот, ну, кричала очень громко, она кричала. Ну, Шурик в это время был на работе, рядом был я, но не всегда, честно говоря, я был рядом. Когда был, пытался ее успокоить, иногда очень такими агрессивными методами. Ну, не в том, в плане, что, ну, бил, нет, ни в коем случае, просто нервы подводили. Сейчас я понимаю, что я был не прав, вот, и, короче говоря, два раза в день менять простыни, когда человек, ну, минимум пять требует этого, и два раза в день кормить. Естественно, это ненормально. И когда они приходили, это дело, они, ну, ну, просто не передать словами. Ну, все дело в том, что ее сын, мой отчим, ждет, не дождется, пока этот дом станет его. Он его хочет продать. Все дело в этом доме. Вот, ну, и вот, короче говоря, он уже старается и криками, и матами, и моя мать то, что она только не вытворяла. Я лично был свидетелем, как она по лицу бабушку била. Абсолютно открыто заявляю. По словам же бабушки, она приходила сюда, прикладывала к ее голове подушку, хотела ее задушить. А почему она так разозлилась? Ну, это не причина, это повод. Якобы, какая-то кто-то из соседей ей сказал, что бабушка, когда еще ходила, его сильно обманчукала. Ну, естественно, моей матери это не понравилось. Теперь она таким образом не вместила. Ну, а причина, на самом деле, тоже хочет уехать отсюда, продать дом и где-то поближе к транспорту, к работе купить квартиру. Ну, в общем говоря, вот я это все терпел. А когда узнал, что вот уже доходит до рукоприкладства, начал конфликтовать и с матерью, и с отчимом. И вот уже почти месяц я каждый день здесь, в этой комнате, в кухне, нахожусь рядом с бабушкой. Здесь у меня стоит компьютер, ноутбук с веб-камерой постоянно. по 12 часов включена веб-камера в течение 30 дней. Все записи, все, что здесь происходило, у меня есть. Я не буду делать открытым доступ к этому видео. Я его все закачал на YouTube. Вот. И все, что здесь происходило, хочу сказать только следующее. что последние 10 дней Сашка зашел сюда только один-два раза, и то он нормально с матерью не поговорил. Вот. Ну, теперь вернусь я к теме нашего разговора, так сказать, чем все закончилось. Пока я сидел здесь, ждал, что мой компьютер соизволит начать быстро работать, Сашка провел тут по двору экскурсию, но милиционер не по этому поводу приехал. Сюда он за Дениса изволил, потому что дело было совсем другое. Вот. И в итоге мы к тому мужику не попали, который самый первый мусор выносил, шифер тот. Вот. Они уехали, инспектор мне сказал, старайся больше не писать. Но если у меня будет основание, я напишу. Основание, я думаю, не будет. Вот. Ну и сейчас Хочу дать возможность моей бабушке Передать привет нашим соседям, если, конечно, таковые посмотрят это видео, потому что Вот. Я один, Сашка с соседями, соседей всех против меня настроил. Таким образом они все вместе хотят повлиять на то, чем я занимаюсь, так сказать, морально меня сломить. Но я как танк, пру напролом. Вот. Меня этим не сломишь и я не один. Значит, вот. Гражданка Гнетева, Галина Сергеевна, уже вот, как она здесь лежит, и уже месяц я от нее не отхожу. Значит, примерно две недели назад у меня по поводу отношения ее сына к матери был конфликт очень серьезный. В состоянии алкогольного опьянения он меня обматерил. Было даже рукоприкладство. Я пошел в заявление, в милицию написал, ну там, короче, чутая история. В конце концов, дело закончилось тем, что я получил ответ с формулировкой и в ходе проведенной проверки было установлено, что в вашем случае отсутствуют признаки уголовного правонарушения. Ну, естественно, матюки и такое вот свинское отношение я даже слова про уголовное правонарушение не говорил. Когда я общался с участковым, он мне четко и ясно сказал, что будут проведены беседы и будет гражданин Гнетнева оштрафован. Но это не произошло. И, соответственно, я в субботу опять еду писать заявление. А сейчас я задам всего лишь несколько вопросов. И гражданин Гнетнева, находясь в трезвом уме и здравой памяти, ответит на них так, как оно есть на самом деле. Бабушка, скажи, пожалуйста, когда в последний раз Сашка к тебе нормально заходил и с тобой нормально разговаривал? А я не помню, когда он заходил. Недавно, наверное, был. Что он говорил? Что он говорил? Ну что он нормально с тобой говорил или кричал, повышал голос? Что он тебе рассказывал? И почему он сюда зашел? Может, ты опять кричал и звала его? Нет, я звала его. Ну, звала не на улице, а через дверь. Он пришел, начал голос повышать. Что тебе надо? Что ты орешь? Я ему сказала, ты хоть бы что-то на меня кричишь, ты хотя бы хлеба мне кусок принес. Ну, он опять начал кричать. В общем говоря, сейчас такая ситуация, что после тех событий, когда моя мать тут начала кулаки и все остальное, бабушка просто начала бояться, что ее могут отравить. И после очередного конфликта, когда моя мать сказала, что сколько я не работаю, я, ну, определенное время, она меня кормила. Но это было чисто по обоюдному согласию, и я ей всегда говорил, что у меня будет возможность, я это долг ей отдам. Вот, и она решила, что если она скажет, что больше меня кормить не будет, то я пойду на работу, и они продолжат тут свои дела. Два раза в день, если хочешь сюда заходить, чтобы бабушка продолжала тут кричать на весь дом, разрываться, естественно, это все сердце, давление. Вот, таким образом, меня здесь не будет, и они надеются, что бабушка раньше умрет положенного срока, и они этот дом в скором времени продадут. Ну, не тут так было, я сказал, что, поскольку мать получает от ее имени пенсию, я сказал, что давай пенсию, я буду ее кормить, будет все нормально. Ну, та без вопросов дала пенсию, а Сашка сегодня в присутствии участкового заявил, что я якобы забрал у бабушки эту пенсию. На самом деле, это все не так, вот, поскольку веб-камера работала в 12 часов в сутки, это все записано, я ее кормил, как положено, и половину денег я сэкономил, в случае, если понадобиться или в больницу, или еще что-то купить, именно на нужды. Вот, и по поводу соседей наших, мне бы очень хотелось, чтобы они поняли, что я не такой плохой, как они это себе представили. Давай, не, 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 давай, не заводи, сейчас не заводи, скажи, что ты не всех помнишь, но из тех, кого ты помнишь, чтобы они не слушались Сашку. Чего ты заводишься, ну, нормально все, ну, чего ты? Что-то не было. Ладно, все. В общем, не получилось у нас. Я открою доступно некоторое видео, если кому будет интересно, просто я моменты в минутах оставлю, какие-то можно посмотреть. Если вдруг кто-то из соседей попадет на это видео, обязательно посмотрите, вы все поймете, что то, что говорит Сашка, это, если на самом деле, две большие разницы. Вот, ну, на этом я это видео заканчиваю, и хочу сказать только следующее, что, в отличие от Сашки, я не хочу, чтобы он этот дом продавал, и знаю, что бабушка тоже не хочет, чтобы он этот дом продавал. Родные соседей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Видео Под этим видео я оставлю ссылочку Именно на то видео Которое По моему мнению Самое такое Рассказывающее Как оно есть на самом деле Но видео не до слабомервных баба нервных заходите, посмотрите, заходите нет, это всего лишь одно из многих на все я их открывать не буду поэтому дело ваше можете смотреть, может и нет но мне бы хотелось, чтобы соседи поняли что к чему и в следующий раз не травили на меня всех своих собак вот я ни на кого зла не держу а смысл у нас свалка зря выносили и выносить будем вот но больше мне сказать нечего поэтому всем спасибо за просмотр вот с